Морской вокзал Сочи Она создает современную и практичную одежду для женщин и мужчин. Живет между Сочи и Москвой, совмещая работу в собственном ателье и выпуском сезонных коллекций с лекциями в Институте моды, бизнеса и права. В «Море откровений» дизайнер и режиссер-постановщик фэшн-проектов Юлия Иванова. Добро пожаловать в канал «Морской вокзал». Добро пожаловать в канал «Морской вокзал». Откуда вы знаете, что будет в моде следующим летом, летом 2020 года? Не поверите, в воздухе носится. Этой разницы между сегодня и завтра уже не существует. В моей молодости трава была зеленее. Ложь. И у вас не было даже мысли отправить пару нарядов Ольги Бузовой? Ну, неинтересно. При всем уважении к Ольге Бузовой. А некоторые сведения, которые поступили со стороны… Для дизайнера лучшая похвала – это когда его вещи начинают копировать и подделывать. Приятно с точки зрения, так сказать, самооценки. Итак, вы практически москвичка. Вся профессиональная жизнь, подиумы, показы переместились в столицу. У меня такой вопрос. Все-таки построить успешную карьеру дизайнера можно только там? Успешную карьеру дизайнера можно построить не только в Москве, но сосредоточие, конечно, жизни, сосредоточие финансовое и деловое, оно, безусловно, находится в больших городах. Просто для меня Москва комфортнее, чем Санкт-Петербург, например. В Питере немножко ветрено. Так что же в Москве сейчас происходит? У вас там производство? Работа, и работа разная, потому что я работаю не только над собственным брендом. Собственно говоря, база-то осталась здесь, в Сочи, именно поэтому я регулярно здесь бываю. Для меня это очень удобная история, потому что у меня четко разделенная жизнь. Есть мой собственный бренд, которым я продолжаю заниматься. И есть еще работа на промышленную компанию, которая требует совершенно других усилий и ставит совершенно другие цели и задачи. Это уже масс-маркет, это уже массовое производство, это дизайнерская одежда, то есть это одежда с какими-то фишками, но в любом случае это уже массовое производство. Это работа на фабрике, это перемещение из Москвы на фабрику, которая находится в Собинке. И это вот такие вот технические нюансы, которые заставляют все время думать. В моей молодости трава была зеленее. Ложь! Трава и сейчас зеленая. Только трава немножечко в других местах растет, и на нее солнце по-другому падает. А вообще есть практика, когда дизайнеры бесплатно рассылают свои вещи там звездам, чтобы их отметили в социальных сетях. Вы так не делаете? Нет. И у вас не было даже мысли отправить пару нарядов Ольге Бузовой? Не вижу смысла. Если Ольге Бузовой понравится то, что я делаю, я буду рада, что она будет носить мои вещи. Но отправлять вещи и платить, неважно каким образом, деньгами или товаром, здесь суть вопроса не нужна. Платить человеку, чтобы повысить свой рейтинг за счет чьей-то популярности, а зачем? У меня не та одежда, я не занимаюсь блестками и сумасшедшим креативом. Я создаю вещи, в которых жить нужно. Вещи, которыми можно пользоваться каждый день. Да, они могут быть своеобразны, они не всегда понятны. Но это вещи для каждодневной жизни. Ну, неинтересно. При всем уважении к Ольге Бузовой. Как вы относитесь к копиям брендовых вещей? Копия, а как правило, это еще и копия копии, это всегда неуважение к себе. Если хотите купить какую-то дорогую вещь, либо покупайте оригинал, собирайте, копите, покупайте оригинал. Либо, что для меня, например, более приемлемо. Я не гонюсь за брендами никогда, но я люблю прикольные, интересные вещи. Я просто ищу их у своих друзей-дизайнеров на разных барахолках, в разных странах мира. Всегда что-то можно найти. Очень крутое. То, что будет поражать любого модника. У меня в гостях был дизайнер Игорь Гуляев. Он сказал, что для дизайнера лучшая похвала – это когда его вещи начинают копировать и подделывать. Это неприятно с точки зрения бизнеса, зато очень приятно с точки зрения самооценки. Вам как удается гнуть свою линию одежды и абстрагироваться от тысяч молодых и дерзких конкурентов? Ну, молодых много, дерзких много, а вот конкурентов мало. Я немножко в другом воспитана. Не знаю, хорошо это или плохо. Время меняется, посылы меняются, требования меняются. Но одно остается неизменным. Человек хочет увидеть то, что он еще себе не представляет. В части одежды однозначно, да и в части всего другого, всех товаров потребления. Когда вы идете в магазин, вы что-то хотите, но это что-то не имеет конкретных очертаний чаще всего. То есть вы просто хотите какую-то фишку. И если я это поняла раньше, чем вы идете в магазин, то вы это покупаете. А если вы приходите в магазин и видите там очередную майку, очередные брюки, очередной топ, то это просто один из тысяч. Вот там сумасшедшая конкуренция. А дизайн – это в первую очередь работа и умение улавливать веяние времени. За этим нужно успевать бежать. Это каждый день, это 24 часа в сутки, 365 дней в году. Не бывает ни перерывов, ни выходных, ничего. Просто ты всегда должен увидеть, пронаблюдать. А молодые очень часто… Часто есть реально есть очень крутые, очень интересные имена. Но основная масса тех, кто называет себя дизайнерами, ну это просто даже не ремесленники. Это просто молодые люди, которым хочется высказаться. Немножко разные. Откуда вы знаете, что будет в моде там следующим летом, летом 2020 года? Не поверите, в воздухе носится. Серьезно? Да. Мир и информационное поле изменилось так сильно, что этой разницы между сегодня и завтра уже не существует. У меня были волосы длиной почти до колена. У меня были разные виды стрижек. Лысый никогда не ходила. А все остальное я перепробовала. Химию, все возможные виды красок, временных, невременных, любых. И на самом деле неправда, что там в моей молодости трава была зеленее. Ложь. Трава и сейчас зеленая. Только трава немножечко в других местах растет, и на нее солнце по-другому падает. А у меня зрение падает. В силу возраста. И сейчас вопрос не в том, чтобы создать велосипед и какую-то сумасшедшую дизайнерскую вещь. Сейчас все нововведения, они чисто технические. То есть появились 3D-принтеры, мы начали печатать объемные вещи. Никто этого не видел, все про это слышали. Это очень круто, это очень замечательно. Как носить, никто не знает. Ну, потому что не видели. Но неважно. Это вот дизайн, очень круто, не вопрос. Но мы-то с вами живые люди, и как-то хочется одеваться, и при этом выглядеть достойно, интересно и современно. И в основном вы ищете не конкретную вещь, вы ищете всегда образ. Вот это вот сочетание цветов, сочетание пропорций, нюансы, которые есть. Вот сегодня пуговицы большие, да, вот в этом сезоне, а на следующий сезон будут пуговицы мелкие. И вам, вы вдруг понимаете, что вы от больших устали, вам хочется мелких пуговиц. Все, рубашка та же самая, ничего не поменялось. Оттенок изменился. Вот с большими пуговицами она была молочно-белого цвета, а в следующем сезоне она становится такой слегка розоватой, и пуговицы мелкие. Задача дизайнера – почувствовать это раньше, чем вы это поймете. Все, тогда все складывается. Сейчас одежда, которая на вас. Это ваш бренд? Это мое, это мое. Это Гогни Кабадзе. Ну, просто у многих дизайнеров, ко мне, например, приходила девушка, дизайнер Мария Аршуляк, начинающая. Вот она носит одежду только своего бренда, это обязательное условие. У вас так же? Я одежду ношу. Я бренд не ношу, даже свой. Я просто ношу одежду. Ну, наверное, просто лучше меня никто не знает, в чем мне комфортно. Что для вас главный показатель успеха коллекции? Это, не знаю, продажи, количество публикаций в СМИ, количество заказов. Смотря какой коллекции, если говорить. Ну, в любом случае, я бы, наверное, по-другому сказала. В любом случае, это продажи. То есть, это заинтересованность потребителя, для которого я работаю. Если вещи продаются, значит, я угадала, значит, все правильно. Значит, мои вещи отвечают тем мыслям, тем чаяниям, которые у людей только формируются. Но есть один немаловажный момент. Когда мы говорим о дизайнерской коллекции, давайте помнить, что это всегда все-таки единичные вещи. То есть, это не одна и не две, это 10, 20 или 50, но это единичные вещи. У них другая стоимость, у них другая направленность. Если мы говорим о промышленных масштабах, то это 200, 300, 500. И это другая направленность, это другие люди, это другой потребитель. Это слишком по-разному. Когда я создаю коллекцию под своим брендом, как пример могу привести историю, которую мы начали с Максимом Авериным. То есть, вот коллекция, она создавалась для него, для конкретного человека, для его характера, для его мировосприятия. То есть, там очень много Максима. И мы продолжаем эту историю, то есть, она имеет некое развитие. И, собственно, люди, которые потом будут пользоваться этими вещами, они должны в чем-то быть созвучны настроению Максима. Но когда я работаю с промышленным брендом, когда я работаю с фабрикой, там нет конкретного человека, там есть некий собирательный образ, прошу заметить, страна у нас немаленькая, у нас страна вот такая. И мы с вами на юге воспринимаем цвета и формы вот так, а на Урале их воспринимают совершенно по-другому, или на севере. А некоторые сведения, которые поступили со стороны... А мы работаем для всех регионов. Я создаю вещи, которые потом действительно разъезжаются по всей стране. И там нужно по-другому понять, по-другому прочувствовать, влезть вот в эту шкуру потребителя в том месте, где я никогда не была. Ну, то есть, я никогда не была на Крайнем Севере. Но там люди пользуются, они покупают этот бренд, им интересно, они хотят. Значит, я должна предугадать их чаяния, чтобы им тоже было интересно, им тоже хотелось приобрести. В общем, много там нюансов. Название вашей последней коллекции «Жить» перекликается с названиями двух известных фильмов и Юрия Быкова, и Василия Сигарева. Это совпадение? Я думаю, что намного больше совпадений можно найти. Просто обобщить ту концепцию, которую мы пытались донести с помощью одежды, с помощью образов, какую-то короткую, короткое слово или короткую фразу, было достаточно сложно. А «Жить» — это, я бы сказала, такой девиз, который подошел Максиму и мне. Вы сказали, что не готовы платить знаменитостям за то, чтобы они как-то продвигали ваш бренд и бесплатно давать вещи. Я правильно понимаю, что Максим Аверин бесплатно работал вместе с вами? Давайте вернемся к началу. Это совместная история. Это совместная история. Я не буду раскрывать финансовые взаимодействия. Они немножко по-другому построены, потому что мы изначально эту историю строили как общую. То есть это не то, что Макс пришел и заказал у меня коллекцию. И не то, что я придумала коллекцию, пришла к Максу и сказала, «Максим, давай ты будешь лицом». Здесь изначально посыл другой был. Поэтому про финансовую часть говорить не буду. Она существует, но она по-другому построена. Как стать моделью вашего бренда? Иметь характер, отличные данные и написать нам. Есть ли у вас в планах поработать, например, как художник-модельер на каком-нибудь спектакле, мюзикле, фильме? Были такие предложения? И вообще есть ли у вас такое желание? Когда-то достаточно давно было предложение работать в театре, но, к сожалению, не сложилось, потому что у каждой сферы есть своя специфика очень большая. Безусловно, это интересно. Но вот, если честно, кино я, например, побаиваюсь, потому что для меня сложно. Я смотрю фильмы, для меня костюмы – это всегда очень маловажная часть. И я даже не могу сказать, я бы, например, не взялась за исторический фильм, потому что боюсь, что меня режиссер прикопает где-то недели через две с моей патологической дотошностью и желанием, так сказать, соответствовать истине. Возможно, если это какой-то такой более свободный проект, наверное, это было бы очень прикольно. Безмерно интересно работать в театре, но, опять же, театр – это отдельная специфика. Для театра костюм – это как грим. То есть для актера костюм, грим, голос. И там костюм должен очень четко попадать. В этом случае и режиссеры, и актеры должны быть абсолютно уверены, они должны довериться художнику, который работает с костюмами. И сейчас очень много стали еще делать художники. Художники зачастую начинают делать и сценографию, и костюмы, например. А сценографию я точно не возьму сделать. Опять же, живу давно, знаю много, знаю, как должно быть. В Сочи именем и фамилией вашей мамы назван «Дом моды». Скажите, она во многом предрешила вашу судьбу? Конечно, безусловно. Когда ты практически с рождения живешь в этом мире, попробуй, лучше мы другое выбери. Ну, то есть она никогда специально не готовила и никогда не хотела, чтобы я была дизайнером. Это абсолютно точно. Это было мое решение, решение было спонтанное. Я никогда не ходила в художественную школу. Я год занималась специально для того, чтобы поступить в вуз с художественной направленностью. Я каждый день сидела и рисовала. И при этом при поступлении у меня был стаж работы швеей два с половиной года, а школу закончила в 16 лет. Она критикует вашей коллекции? Или только хвалит? Нет, она не критикует и не хвалит. Для меня оценка ее положительная или негативная, она складывается немножко из другого. Когда она приходит и говорит, ты знаешь, вот это я бы одел, а вот это вот как-то я не понимаю. Ну, значит, как-то не очень. Юлия, к сожалению, эфир нашей программы подошел к концу. Все наши герои делятся с телезрителями какой-нибудь историей из прошлого или событием из ближайшего будущего, о котором они еще никому и никогда не рассказывали. Нет. Это вот как-то у меня сильная задача. У меня из всех историй из прошлого пара неприличных анекдотов. В силу того, что о несделанном, несозданном, невыпистанном, вот не умею говорить и предпочитаю не бежать впереди паровоза. Я как-то очень четко этой позиции придерживаюсь. А вот истории из прошлого... Вы скажите, что вы хотите услышать, потому что историй-то много. А скажите, вы сейчас шьете свадебный костюм Максиму Аверину? Секундочку. Это не фраг, это не свадебный наряд. А некоторые сведения, которые поступили со стороны... Просто, опять же, в продолжение. Вот есть история, да, она как-то развивается, 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 развивается. То, что касается Максима, у него есть спектакль, моноспектакль. И он всегда его играл в классическом костюме. Ну, то есть, вот тот образ, который он создавал, он играл в костюме. Вот там, кстати, есть... Могу рассказать, как мы с Максимом познакомились. Это взаимосвязанные вещи. Но настало время, то есть спектакль живет и развивается вместе с ним. И для Максима настало время, когда спектакль должен измениться еще больше, еще ярче, еще активнее. И отсюда новый костюм, новый сценический образ. Уже не такой классический, уже не такой правильный, уже более театральный. А история, как мы познакомились с Максимом, да, это вот из серии... Нет, это приличный анекдот. Просто когда... В общем, несколько лет назад Как раз Максим приезжал в Сочи, и это был гастрольный тур. И мне был выходной день, мне просто позвонил мой очень хороший добрый приятель с вопросом, Юля, надо помочь. И что случилось? Понимаешь, тут жилет порвался. Я говорю, ну и в чем сложность? Сложность в том, что вечером нужно сделать. Я говорю, ну ладно, а что там? Ну, это Аверин. Я говорю, ну и что? Давай Аверин, давай жилет, сейчас сделаем все. Юля, он не сможет, он только приезжает. В общем, жилет оказался у меня, я Макса не видела. Ну, то есть я его вот так визуально, да, актера Максима Аверина себя представляла, а человека я не видела ни разу в жизни. Вот. Жилет привезли слегка растерзанным, потому что Максим, когда работает, он очень активный, он очень много двигается, и очень это всегда эмоционально делает. И зачастую, это я сейчас уже знаю, тогда я себя плохо представляла, что можно было сделать с жилетом, чтобы он практически на две части развалился. Вот. И, в общем, мы сосредоточились, там, спасибо моим сотрудникам, которые мне помогли, и на глазок мы просто половину жилета заменили, то есть мы заменили спинку полностью. И Максим играл в спектакль, и все было хорошо, ему было удобно. Собственно говоря, вот таким образом мы с ним волшебно познакомились. Ну, ему понравилось, ему было комфортно. Ему было комфортно, он потом долго смеялся, говорит, знаешь, костюм выбросил, жилет в шкафу лежит. На память. Юля, спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам, что пригласили. Рада была. Вы смотрели программу «Море откровений». До встречи. Морской вокзал в Сочи – центр культурных событий и мировых тенденций. Галерея красоты и моды в бутиках Гуччи «Этро Макс Мара». Элитный мужской мир «Верменеджильда Зенья». Парфюмерия и косметика в артикле. Ценителям традиций часы в субли. Семейные завтраки, деловые обеды и званные ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи – Войково-1. История морского города в деталях и вкусах. Салон красоты «Шансу». Индивидуальный стиль клиентов, эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. «Шансу». Город Сочи, улица Советская, 42.